здравствуйте дорогие друзья сегодня готовлю квас из свеклы свекольный квас это очень вкусный и полезный напиток для рецепта этого кваса нам необходимо свекла мед и вода вода чистая отфильтрованная может быть но желательно ее перекипятить и чтобы она остыла до комнатной температуры добавляю воды надо оставить на какое-то время чтобы мед хорошо растаял можно конечно добавить сахар но с медом будет намного лучше и регулярное употребление такого кваса который мы с вами сейчас сделаем может предотвратить очень многие заболевания такие например как гипертония атеросклероз сосудов болезни мочеполовой системы заболевания желудочно-кишечного тракта ожирение анемия антиоксиданты которые находятся в этом квасе они очень хорошо действуют на то чтобы кожа не старела для того чтобы омолаживались клетки и хорошо действует на ногти и волосы стеклу нужно помыть почистить дальше стеклу нарезаю небольшими такими кусочками трехлитровую банку высыпаю эти кусочки добавляю воду с медом и доливаю до полной банки аккуратненько перемешиваю деревянной ложкой маличку четыре слоя накрываю закрепляю резиночкой и оставляю при комнатной температуре ну на 5-7 дней все будет зависеть от температуры воздуха в помещении сегодня 16 сентября я вынесла этот квас на улицу потому что на улице солнышко тепло поставила его на металлическую поверхность банка тепленькая немножко размешаю квас уже начинает бродить чуть-чуть здесь появляется такая пенка все накрываю и пусть пройдет дальше накрываю от того чтобы уберечь от воздействия прямых солнечных лучей которые ну возможно могут разрушить витамины которые есть свекле я думаю что если будет еще такая погода теплая потому что помещение намного прохладнее то он сыграет быстрее чем за семь дней хороший аромат идет от этого будущего кваса так куда куда сегодня уже третий день квас хорошо бродит значит здесь сверху пенка ее нужно снять и перемешать хорошо деревянной ложкой квас уже окрасился красивый такой бордовый цвет на вкус еще не похож на квас и не нет такого аромата кваса но уже дело ближется к этому оставляю дальше бродить накрываю матричкой и оставляю уже в помещении потому что на улице уже похолодало нет уже этого солнца бывает так что на улице уже прохладно а в комнате на кухне тоже еще холодно поэтому я вот так ставлю или теплый чайник горячий чайник или же если у меня что-то есть сваренная каша там или суп я ставлю вот так возле банки с квасом и накрываю для того чтобы поддерживать здесь более-менее нормальную температуру чтобы он все-таки бродил ну а еще конечно хорошо делать такой квас на растущую луну растущая луна это это тогда когда все жидкости поднимаются расширение идет во всем и тогда квас хорошо играет это так точно так же делают если к васят капусту замечают люди которые у этих людей хорошо получается это и чтобы это было на натуральной основе не добавлять туда хлеб не добавлять дрожжи то он будет играть хорошо бродить когда вот вот именно в этой фазе луны очень вкусный квас но еще даже чуть-чуть не не недоигравший так сказать не добродивший то есть еще через два три дня он будет вообще такой более резкий такой и вообще приятного должен быть приятный на вкус и приятные вот по аромату принимать его в лечебных целях нужно три раза на день за час до еды по 3 части стакана 3 часть или половина и есть противопоказания если и заболевание желудочно-кишечный новотракта там язва в стадии обострения или же мочеполовая система может быть там какие-то камушки или же песочек это может способствовать тому что это придет в движение сдвинется ну к этому надо быть готовым даже если вы надумаете это такой квас сделать себе и пропить но все-таки это очень полезный напиток очень вкусный и во время брожения проходит там ферментация этих витаминов и всего там что-то есть и это намного даже полезнее чем просто сок который вы сделаете соковыжималки хотя и сок яблоками с морковкой со свеклой это тоже очень живой и вкусный напиток сделать такой квас нужно три раза с с каким-то перерывом в том чтобы перерыв вернее даже что так получилось чтобы вы без перерыв на три вот таких трехлитровых банки выпили такого кваса какой-то период времени тогда вы увидите какую-то бодрость какая-то должна быть лучше начать работать желудочно-кишечный тракт улучшается и кожа и ногти и волосы ну то есть это очень хороший благородный и самое главное для многих очень дешевый напиток самое главное сделать его правильно чтобы он был просто замечательным будьте здоровы счастливы богаты успешны и пусть вас всегда все все всегда получается спасибо 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 Продолжение следует...